Вести Карачаева, Черкесия Вчера в Пятигорске осталась рабочая встреча полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаев-Черкесии Рашида Тимрезова. Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Рашид Тимрезов рассказал об исполнении на территории региона поручений президента страны по вопросам оказания поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации и членам их семей. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с вновь избранным мэром Карачаевского городского округа Маратом Урусовым, за кандидатуру которого единогласно проголосовали депутаты Думы города. Глава Карачаев-Черкесия обозначил перед новым градоначальником задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу, касающиеся экономического и социального развития территории округа, а также благоустройства населенных пунктов. Глава региона подчеркнул, что одним из важных направлений развития Карачаевского городского округа является его инвестиционная привлекательность, и над этим необходимо работать. Рашид Тимрезов поручил представить концепцию развития центральной части Карачаевска. Сейчас на территории городского округа реализуются сразу несколько проектов. Строительство парковой зоны «Зеленый остров», Дома культуры в Дамбай, Ледового дворца, ремонт стадиона «Саулук», готово также к сдаче новой поликлиникой в Карачаевске. Есть серьезные планы по освещению населенных пунктов, которые необходимо завершить уже в этом году. Глава региона поручил мэру лично контролировать завершение строительства этих социально значимых объектов. Мэр проинформировал о старте еще одного важного проекта, который позволит полностью снять проблемы с отоплением и горячей водой в Карачаевске. Это строительство новой котельной в южной части города. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2023 год. В региональном правительстве одобрили законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Документ рассмотрен на заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Карачаевской Кеси Мурата Аргунова. Помимо этого, на повестку дня было вынесено пять вопросов. В том числе министр финансов республики Вадим Камышан доложил об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев этого года. Руководитель ведомства сообщил, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем доходов увеличился на 12,5%. Как и в предыдущие годы, региональный бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. Исполнение расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов составило 65%. В целом, расходы, связанные с оплатой труда и предоставлением мер социальной поддержки за 9 месяцев, исполнены в полном объеме. 3 миллиарда рублей на поддержку здравоохранения получат регионы Северного Кавказа. Такие средства дополнительно направит правительство страны в этом году. В частности, Карачаевская Кеса получит 136 миллионов 400 тысяч рублей. Компания «Архиз Оригинал» начала поставки продукции в Китай. В этом году предприятие планирует поставить в КНР около 400 тысяч литров воды, что составит около 30% всего экспорта компании. А в следующем году поставки предполагается увеличить в 3-4 раза. Ранее «Архиз Оригинал» экспортировал воду в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Курорты Карачаевщики, Сочи и Адыгеи получат единое транспортное сообщение. Их свяжут железнодорожной веткой. Поручение о проработке данного вопроса в ответственное ведомство уже дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В Карачаево-Черкесию поступила назальная вакцина «Спутник Ви». Жители теперь могут привиться от коронавируса путем интерназального введения препарата. Региональным Минздравом приобретено 20 тысяч насадок распылителей. Назальные вакцины от коронавируса и в ближайшие дни после оформления документации будут распределены между медорганизациями республики, на базе которых созданы прививочные пункты. Новая назальная вакцина, как и ее предшественники, является двухкомпонентной и вводится с интервалом в 21 день. Ее принципиальное отличие в том, что теперь вместо инъекции достаточно распылить вакцину в носовой полости с помощью специальной насадки-атомайзера. Для многих такой способ психологически проще, а эффект по данным НИЦ имени Гамалеи такой же, как от прививки посредством инъекции. Сотрудниками полиции начато уголовное преследование в отношении жительницы Аула Сарытюз, которая подозревается в совершении преступления по статье Уголовного кодекса страны, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Комментирует начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаевске Евгения Узденова. 25 октября в городе Карачаевске по улице Ленина водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 48-летняя жительница Аула Сарытюз, допустила наезд на пешеходном переходе на малолетних 2014 и 2015 года рождения, которые переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка скончалась на месте происшествия, второй ребенок госпитализирован. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. 26 октября черкесским городским судом в отношении Автоледи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Две жительницы Карачаево-Черкесии обманным путем завладели имуществом на сумму около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Следственными органами республики возбуждено уголовное дело в отношении двоих жительниц Карачаево-Черкесии, которые подозреваются в совершении мошенничества. Ранее, 16 октября текущего года, в правоохранительные органы обратилась 65-летняя жительница поселка Мирного Ставропольского края. Она сообщила полицейским, что в период с августа по октябрь две женщины-жительницы Усть-Жигуты и Кумыша обманным путем под предлогом перепродажи мебели, посуды, обуви и золотых изделий, принадлежащих заявительнице, в рассрочку завладели имуществом на сумму 2 миллиона 780 тысяч рублей. Оперативниками подозреваемые задержаны, они уже дали признательные показания. Незаконная организация и проведение азартных игр преследуются уголовным законом. Ответственность за такие действия предусмотрена статьей Уголовного кодекса страны. За 9 месяцев текущего года в производстве следователей Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Чекесе находилось более 30 уголовных дел данной категории, рассказала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Евгения Перфильева. Опасность азартных игр складывается из опасности для общественной нравственности, опасности роста иных преступлений, для которых игорный бизнес является благоприятной криминогенной средой. Существуют те, кто готов рискнуть ради выигрыша и те, кто готов профессионально организовать и проводить азартные игры. С психологической точки зрения увлеченность азартными играми – это зависимость в виде патологического влечения к игре, вытесняющая социальные, профессиональные, материальные и семейные ценности. Игорные заведения, за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок, могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном федеральным законом 29 декабря 2006 года номер 244 ФЗ. Следственное управление напоминает, что деятельность по организации проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрыша организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Карачаево-Черкесская республика и горной зоной не являются, вследствие чего любая деятельность по организации проведения азартных игр на ее территории является незаконной. Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период задействует 800 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники, рассказала пресс-секретарь управления Милана Тхомукова. Против зимней скользкости на 51-й пескобазе заготавливают песко-соляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли до 50%. Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройства снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ «Пордор-Кавказ» код Пятигорска 33 11 59. Масштабный ремонт двух общежитий на 720 мест Корчао-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева, который проводится впервые за более чем 40 лет, завершится в декабре текущего года. По словам ректора вуза Таусултана Узденова, ремонтируются три здания университета, два восьмиэтажных общежития и большая столовая, рассчитанная на 300 мест. В прошлом году здесь были заменены системы отопления и энергоснабжения, проведены внешняя и внутренняя отделка зданий, ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, заменены камеры наружного и внутреннего наблюдения, а также обновлена противопожарная система и полностью поменяли мебель. После ремонтных работ поменяются внешние виды общежитий, они станут более современными. В Центральной районной библиотеке Усть-Джигуты прошла конкурсный отбор и в 2023 году начнется работа по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Это будет образцовая библиотека, оснащенная современным компьютерным оборудованием и использующая в работе новейшие информационные технологии. Это будет третья по счету библиотека нового поколения в Карачаево-Чикесии, подобные уже открыты в ауле Псы Жабазинского района и в селе Учкекен Малокарачаевского муниципального образования. Школьница из Карачаево-Чикесии Лиана Лепшокова стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в рамках 12-й смены Международного детского центра «Артек» в Крыму. Представлявшие Карачаево-Чикесию Ангелина Уракчиева, ученица школы аула Адыги Хабль и Ростислав Пудаков, обучающиеся 13-й гимназии Черекеска, стали призерами конкурса. Финал «Большой перемены» объединил полторы тысячи учеников 9-11 классов из разных регионов России. Напомним, конкурс «Большая перемена» – проект Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Музей Победы на Поклонной горе предлагает жителям Карачаево-Чикесии передать свои семейные истории во всенародный проект «Лица Победы», цель которого – сохранить память об всем военном поколении. Здесь собирают материалы о тех, кто внес свой вклад в победу, о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу. В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполе или партизанских отрядах, работавших в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в наш музейный проект «Лица Победы», чтобы увековечить память о своих близких и для многих будущих поколений. Создание столь масштабного архива позволит почувствовать причастность каждой семьи, каждого человека к общей истории нашей страны, отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник. Для внесения истории в проект необходимы фотография и биография родственника. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева стал участником первого блок-тура программы «Студ туризма». Карачаевск, Нижний Новгород, Орел, Уфа, Новосибирск и Кемерово. Эти города объединил первый блок-тур программы «Студ туризм», цель которой создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи. В рамках тура в КЧГУ приехала участница молодежных и студенческих форумов, студентка Ивановского государственного университета Анастасия Ленец. Она один из шести тревел-блогеров, прошедших отбор из 127 претендентов. За несколько дней нахождения в республике Совет обучающихся университета проведет для Анастасии экскурсии по Карачаево-Черкесе, ознакомить с научно-исследовательской базой вуза, а также она принято участие в мероприятиях университета. Ребята уже показали блогеру красоты Тиберды и Дамбая, поднялись на Шанинский храм, попробовали блюда национальной кухни. 30 октября в Карачаево-Черкесе, как и страны в целом, пройдет ставшая уже традиционная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». В образовательных учреждениях республики будут организованы почти 40 площадок для написания диктанта. В числе заявленных в этом году площадок также военнокомиссариат Карачаево-Черкеси и Тибердинский национальный парк. Центральной и самой большой площадкой на 350 мест, как и в предыдущие годы, станет КЧГУ имени Умара Алиева, где располагается оригинальное отделение Русского географического общества. Диктант также будет доступен в онлайн-формате. Тестирование на сайте dictantrgo.ru начнется в тот же день, что и на очных площадках, и продлится до 14 часов 10 ноября. Задания будут составлены в четырех вариантах, каждый из которых включает 40 вопросов, 10 по общеизвестным фактам из географии и 30 более сложных, требующих применения образного мышления и логики. В состав задания этого года войдут и вопросы непрофессиональных авторов, связанные с живописью, музыкой, литературой, народным творчеством и присланные в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для географического диктанта». Как мы же сообщали, с 28 октября по 1 ноября в республике пройдет передвижной форум «Кавказ.Дом». Порядка 5-10 человек примут участие в создании нового туристического маршрута. По словам председателя автономной некоммерческой организации «Высокогорный креативный кластер» Денислана Байчорова, они долгое время занимались разработкой пешего маршрута между средневековыми храмами Шаанинским и Сентинским, являющимися популярными туристическими объектами. И первыми гостями, которые пройдут по нему, станут участники форума «Кавказ.Дом». Программой мероприятия предусмотрены состязания по стрельбе из лука и стафета на сап-бордах, а также экскурсии и лекции о курортах республики, местных достопримечательностях и их истории. Кроме того, участники мероприятия займутся благоустройством маршрута и установят элементы навигации. Общая протяженность маршрута составляет порядка 25 километров. На середине пути будет организован привал и развернут палаточный городок. Завершится путь в Сентинском храме, где состоится церемония закрытия форума с вручением сертификатов. Один из известных народных коллективов России – Государственный Волжский хор имени Петра Милослава – впервые выступит в Черкесске. В городском дворце культуры 1 ноября в 19 часов зрителям будет представлена юбилейная программа «Нам-70». В нее вошли как легендарные номера, такие как «Из-за острова Настрежень», «Русь моя вечная», «Калинка», так и новые произведения «Гуси-лебеди», «Ой ты, Волга», «Край морской», «Я когда-то была молодая» и другие. Гастрольный тур Самарского коллектива по российским городам, в числе которых Майкоп, Черкесск, Нальчик, начался 21 октября в рамках федеральной программы «Мы – Россия». Волжский хор второй раз участвует в проекте, призванном объединить и поддержать гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов страны, что особенно важно в год культурного наследия народа в России. Билеты на концерт 1 ноября можно приобрести в кассе Государственной филармонии Карачао-Черкесии, а также на сайте volgahor.ru, в том числе с помощью пушкинской карты. Ну и последняя информация. Во дворце спорта «Юбилейный парк культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» с 28 по 30 октября пройдет чемпионат Северокавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди мужчин. Первый тур третьего сезона баскетбольной лиги «Юга» откроет сегодня в 16 часов матч между «Спартакуб ГТУ» Краснодара и «Локомотив Кубань» Краснодарского края. Сегодня также в 18.30 состоится игра «Динамо Грозного» и команды Республиканской спортшколы по баскетболу, в составе которой выступят и воспитанники спортшколы номер один Черкеска. В трехдневных состязаниях будут участвовать и «Донские соколы» из Новочеркасска. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по Карачаево-Чьеси облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем в горах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, в горах местами плюс 2,7. В республиканской столице небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. На этом информационный блог с ритонировой завершен. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова